Всем привет, друзья! С вами Светлана и сегодня у нас необычный видеосюжет, обычно я вам снимаю, показываю квартиры в новостройках и вторичное жилье в Анапе, но сегодня у нас будет коттедж, причем коттедж, который уже на 90% построенный и его можно также приобрести в ипотеку, потому что ипотека, как вы знаете, дается уже на построенный объект, то есть на этот дом уже можно получить ипотеку. Здесь у нас продается дом 130,75 квадратных метров на 4 сотках, это у нас хутор Красный, коттеджный поселок Загород, строительная компания Гамма. Это у нас первая очередь, это единственный дом на продажу, потому что уже идет активная застройка второй очереди, там не так уж и много на самом деле осталось свободных участков, на которых вы можете построить один из девяти вариантов проектов, которые предоставлены в компании Гамма. Начнем мы с того, что здесь у нас, получается, проведена электрика, здесь у нас центральные коммуникации, вода центральная, септик наливной двухконтурный и, соответственно, газ. Здесь будет индивидуальное газовое отопление, подключение газа в районе до 50 тысяч будут подключать в первую очередь уже в мае, поэтому если вы купите домик в ближайшее время, то в мае уже сможете подключить газ. Здесь у нас будет территория облагороженная, зелененная. Здесь нас встречает вот такая небольшая придомовая территория, что немаловажно, видите, все домики коттеджного поселка выполнены в едином стиле, это белый облицовочный кирпич и, соответственно, серая черепичная кровля. Здесь у вас также будет место для парковки, здесь будут ворота, то есть вы сможете даже сюда заехать на своем транспорте, один транспорт оставить возле дома, если у вас больше, либо, получается, сделать здесь больше парковочную зону. То есть в любом случае вы получаете не только дом на 4 сотках, но и собственную парковку. У вас не будет больше проблем, где поставить машину, и вас она будет всегда под контролем. Встречает нас вот такая вот верандочка. Установлена качественная дверь, вы видите, она достаточно широкая, то есть делают сразу качественно. В доме выполнена предчистовая отделка, и у нас, что самое немаловажное, дом утеплен пятеркой. Это у нас пеноизол. Давайте пройдем, посмотрим, какая здесь планировка. Мы находимся сейчас в прихожей. Прихожая у нас 4,8 квадратных метра. Здесь у нас радиатор выведен, проводка электрика. Штукатурка по качествам, хочу сказать, достаточно качественная, ровная. Местами даже видели мы заделанные маяки, то есть все очень чистенько, свежо и светленько. Уже здесь залита стяжка. Мы заходим в холл, видим тоже здесь у нас радиатор есть, отопление. Здесь данный дом без теплого пола, но если вы будете строить от компании Гамма, вы можете внести свои коррективы. То есть вам уже сделают с теплым полом, это будет просто стоить дополнительную плату. Здесь вот, когда собственник покупал и строил дом, он не пожелал теплый пол, поэтому без него. Вот смотрите, как плавно сделана, выполнена лестница. Холл у нас, вот эта территория занимает 11 квадратных метров, даже 12. Здесь у нас поворачиваемся в кухню-столовую, входим, ее квадратура 31,7 квадратных метров. Когда заходишь сюда и чувствуешь себя очень маленьким человеком, потому что просто теряешься. Видите, зона выполнена в виде эркера. Здесь вот, пожалуйста, радиаторы. Как я уже сказала, теплого пола нет, но, что самое главное, здесь электрика уже выведена под много точек. И с этой стороны, так и с этой. Здесь находится мокрая зона. Вот, пожалуйста, уже трубы газовые. Как я уже сказала, в мае будет подключение этой очереди к газу. Идем дальше. Здесь у нас помимо кухни-столовой еще находится санузел. Санузел здесь, сразу скажу, большой, 6,2 квадратных метра. Видите, вон с окошком даже. Тоже стяжка. Также здесь есть радиатор. Как вы видите, в каждой комнате, в холле, в коридоре, в прихожей везде есть радиаторы. И первая жилая комната, у нас 15,2 квадратных метра, вот такое огромное окно, просто огромнейшее. На улице, я вам сейчас скажу, очень ветрено, сильный ветер, шумно достаточно. Я не могла особо стоять, даже шапку пришлось надевать, чтобы не сметало волосы. И здесь вы слышите, нет никаких абсолютно посторонних звуков с улицы. То есть, изоляция выполнена хорошо. Здесь у нас подоконник. Еще раз покажу радиатор. Там точка под электрикой, здесь точки под электрикой. Здесь у нас жилая вторая комната, 13,2 квадратных метра. И вот смотрите, вот этот вот домик, он у нас 130 квадратных метров, полутораэтажный, то есть второй этаж мансадный. Мы сейчас на него обязательно поднимемся. Вот если вас устраивает один этаж, то есть такой проект 83 квадратных метра. То есть, он в принципе просто без мансардного этажа, он одноэтажный. То есть, этот проект очень интересный, универсальный. У него три конфигурации. Это вот средняя конфигурация 130 квадратных метров. То есть, если вас устраивает и достаточно вам первого, единственного этажа с этой планировкой, то вы можете заказать 83 квадратных метра домик одноэтажный. И второй этаж вам не нужно будет строить. Мы поднимаемся на второй этаж, здесь, конечно, еще идут работы, но, соответственно, к сдаче, а это у нас получается вот-вот совсем уже скоро, и в мае уже будет газ, то есть все к этому времени уже придут окончательно в порядок, мы видим здесь заполнение блочное, санузел, санузел у нас здесь небольшой, 3,8 квадратных метров, вот видите, да, скоро будут делать стеночки. Здесь, видите, второй свет. Здесь у нас жилая комната 16 квадратных метров, то есть мы уже насчитали там две жилые комнаты, еще одна жилая комната. Здесь есть еще одна жилая комната, она получается у нас уже четвертая в этом доме, представляете, а плюс еще большая кухня-столовая, 31 квадратный метр, это просто песня. Посмотрите, здесь вот уже есть скелет будущих стен, посмотрите, там электрика проведена, то есть это все зашьется, естественно, стенами. Здесь будет балкон, балкон вообще метр 65, это его получается площадь по коэффициенту, на самом деле у него будет площадь 3,3 квадратных метра, когда его сделают, оборудуют. Я вам обязательно покажу готовый проект со стороны улицы, как он будет выглядеть уже когда все закончено, все работает, даже ландшафт. Здесь у нас получается будет даже ниша, видите, впереди будет ниша под гардеробную, под шкаф-купе, вот в общем подо что захотите. То есть у нас здесь 4 жилых комнаты, огромная кухня-столовая, это все на 130 квадратах, два санузла. И я еще забыла вам показать самое-самое интересное, но честно скажу, так будет не всегда, поэтому обещать такой вид в будущем не смогу, потому что перед окном еще построится один дом. Но пока что отсюда вот такой замечательный вид на Анапу, на анапские плавни и за, получается, деревьями, за стройками, которые вы видите на Пионерском проспекте, там даже отсюда видно море. Представите, какая красота. И как здесь сейчас солнечно и тепло, то есть вроде бы дом холодный, да, еще у нас зима, никто их не топит, но здесь достаточно тепло, даже хочется шапку скинуть, потому что здесь пригревает солнышко. Вообще отличный вариант, мне кажется, для проживания большой семьи, то есть здесь могут жить сразу несколько поколений, вы можете перевести сюда родители, жить сами с мужем или с супругой. И также у вас может быть даже двое детей разнополых, потому что комнат здесь хватает абсолютно всем, то есть 4 комнаты плюс большая кухня-гостиная, вы можете даже еще и родственников звать в гости, там, сестер, братьев, племянников, еще каких-нибудь внуков. То есть здесь реально огромный дом, который хочет, чтобы сюда приезжали гостить и наслаждаться такими прекрасными денечками. Здесь вы можете сделать как газончик, так и мини-теплицу, то есть все, как вашей душе будет угодно. Здесь будет еще забор, я вам обязательно покажу, как выглядит территория. Теперь по стоимости данный дом на 4 сотках с газом, правда газ вы будете сами подключать, вот до 50 тысяч стоит подключение. Здесь получается он стоит 6 миллионов 770 тысяч, то есть 6 миллионов 768 тысяч за огромный дом в пригороде Анапы, причем до моря здесь реально по прямой 3 километра, до Анапы самой 6 километров до города. На территории данного, получается, коттеджного поселка будет два магазина, будет фонтан, это общий для 150 коттеджей, то есть для всех жителей этого поселка. Будет фонтан, своя зеленая зона отдыха и также будет детская площадка и спортивная, расположенная рядом с этим фонтаном. Смотрите, если понравился этот дом, сейчас он еще в продаже, это реально классное предложение, потому что вообще здесь, если покупают участок и строят дом, они не продают. Но в связи с финансовой жизненной ситуацией, вот этот дом выставлен на продажу. У вас вот, вы уже видите реально объект, который реально ждет вас, все здесь уже практически завершено, за исключением второго этажа и вот территории, которая у нас придворовая. А вот, собственно, и уже и готовый дом с участком, с территорией. Смотрите, здесь высажены березы, причем это будет на территории всего коттеджного поселка. Видите, вот уже березоньки высадили, это хорошо на самом деле, чем раньше их высадят, причем они не маленькие. Вы видите, уже полноценные деревья высаживают, а не так, как у нас любят делать маленькие посадили, лет через 50 они только вырастут. Здесь будут также высаживаться туи зеленые. В общем, будет своеобразная зеленая зона. Вот смотрите, какой у нас будет забор в каждом коттеджном доме. Он у нас из металла выполнен, серого цвета, собственно, под гамму крыши, кровли. То есть здесь выдержан единый стиль. Мы сейчас зайдем внутрь, я вам получше покажу, все-таки, как там выложена плитка тротуарная. Такая же, кстати, как и здесь. Красивый, аккуратно выстриженный газон. Участки все примерно одинаковые, то есть за исключением только формы. Есть более вытянутые, для того, чтобы у вас сзади осталось больше места для теплицы. А есть более раздутые, то есть для более правильной квадратной формы. То есть и те, и те есть еще участки во второй очереди. Если кому-то нужно, обращайтесь. Посмотрите, какая большая территория. Только для парковки вот такие вот ворота. Вы заехали одну сюда, поставили другую сюда. Еще даже третья может вместиться на улице. В общем, вот такой вот обзор коттеджного поселка Загород. Вы видите уже реально готовый полностью проект. И, соответственно, вы знаете, какой дом уже есть на продажу. Так что, если понравился тот коттедж, и вы хотите его взять себе, и вы хотите иметь такую зеленую территорию, реально зеленый дворик, обязательно звоните. Ведь это так классно, жить вроде бы и рядом с морем. Но при этом не зависеть от соседей сверху, снизу, сбоку. Я бы сама себе такое взяла, если были бы финансы. Вот честное слово. Пока живем в квартире, а дальше будет видно. Когда-нибудь купим мы себе такой домик мечты. Ну, а вам я желаю как можно скорее все-таки приобрести мечту, жить у моря в своем доме. С вами была Светлана. Звоните. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok